всем привет дорогие друзья с вами ульяна любимого показываю свой второй тренировочный день он точно такой же как первый с тем же самым набором упражнений но там уже другие веса и другое количество повторов сегодня у меня удивительным образом выросла сила во многих упражнениях это сразу же отразилось на фигуре первый тренировочный день вы можете посмотреть в плейлисте спорт на моем канале итак первое упражнение вновь румынская тяга новый вес это 65 килограммов я держу его лямками чем лучше я закреплю лямки тем лучше будет у меня техника и тем эффективнее будет упражнение я учла ошибки с прошлой тренировки и стараюсь не сгибать колени лишнего они находятся постоянно в присогнутом состоянии ягодицы отвожу назад спину довожу до параллели с полом сохраняя прогибы шея является продолжением спины делаю 65 килограмм на 10 раз здесь я действительно ощущаю даже ноги и ягодицы хотя еще в прошлую тренировку ощущала только лишь поясницу после такого разогнешься не сразу хочется растянуться поскольку напряженные мышцы словно зажались и скукожились исковывают движения без вынужденных пауз я сбрасываю по два с половиной килограмма с каждой стороны у меня остается 60 и я дроп сетом делаю еще 10 повторений обращу внимание на подошву подошва плоская это улучшает вовлеченность ягодиц в упражнениях если под пяткой есть каблук если есть перепад между передней и задней частью стопы и задняя часть стопы выше то в этом случае нагрузка смещается на переднее бедро с ягодиц и поменяв обувь с обычных фитнес кроссовок на аква шузы на плоскую подошву я тут же почувствовала прогресс прочувствовала заднюю часть тела заднее бедро и ягодицы наконец-то даже с теми же самыми весами которые были у меня и до если нагрузка смещена больше на переднее бедро как у меня это было раньше а задняя включалась не так хорошо как сейчас то есть это было неравномерно то может начаться боль в коленях и у меня она была до тех пор пока не сбалансировала нагрузку на переднюю и заднюю часть и обувь в этом помогла конечно ее тоже нужно менять теперь нужно чтобы еще и стопа была жестко зафиксирована у меня остается 50 килограммов я снимаю лямки и решаю укреплять свой хват это уже не для ягодиц 50 килограмм делать слишком легко после того что было и поэтому я ощущаю здесь общую усталость за счет того что тяжело рукам хвату приходится сбрасывать поначалу непривычно но второй подход я не снимала но уже в следующем подходе я взяла эти 50 килограмм голыми руками и сделала его без пауз сила растет очень быстро а здесь гриф словно непроизвольно выскакивал из рук и кисти они мивали но ничего ничего уже в следующем подходе будет лучше ну а дальше брусья первым делом разминка мой вес 62 килограмма здесь на платформе 36 килограммов она помогает видно что она жестко помогает отталкивать меня вверх разминки хватит и я сегодня решаю взять новый вес убрать платформу на прошлой тренировке когда у меня было 27 килограмм я сказала что я делаю с платформой последний раз и я ее убираю теперь только свой вес одна из моих целей это уметь красиво отжиматься на брусьях первый подход явно неуклюжий здесь не удается сделать три раза смотрите третий раз будто бы отказной но на самом деле я могу больше возможно микро пауза пусть ничего страшного четвертый уже дожать не получается но через несколько секунд я это сделаю лишь только жду когда отступит закисление 4 предплечье параллельно полу 5 все ничего страшного я сделаю еще раз можно сказать что первый подход вообще разминочный потому что следующие пойдут практически как по маслу 6 и 7 да тяжело но молодец готово начало уже положено силы вырастет быстро дальше выпады в ходьбе по 25 килограммов каждую руку это мой новый вес это я делаю впервые прекрасно что запечатляю это на видео важно правильно встать подъем идет ягодицами спина прямая а точнее с сохранением сгибов поднимаем только ягодицами и так на каждую ногу каждая нога прорабатывается отдельно я сделаю восемь раз передняя голень перпендикулярно полу ягодицы отводим назад колено устремляется в пол спина прямая и наклоняется вперед ягодицы максимально растягивается шея является продолжением спины вот здесь я немножечко чуть не отказалась но делаю микро паузу и продолжаю цель восемь раз я их дожму есть готово правильно ставлю на пол вес хоп готов на эту же ногу сразу же беру в каждую руку по 20 килограмм и шагаю вновь то есть поначалу была общая масса 50 килограмм сейчас 40 килограмм я тоже сделаю восемь раз чувствуется что делать легко и ощущаю я последние один-два раза беря в каждую руку по 25 я начала чувствовать бедра и ягодицы на прошлой тренировке учитывая более маленький вес я чувствовала лишь общую усталость но каждый раз когда я беру новый вес я чувствую именно целевые мышцы которые прорабатываются в данном конкретном упражнении спустя две тренировки эти мышцы практически перестают чувствуются чувствуются некие другие которые более слабые такое тоже может быть это не важно важно правильно выполнять технику и увеличивать веса работать в отказ хоп и то же самое с 20 килограммами следующее упражнение это средняя дельта лежа я пересмотрела видео тренеру номер один данилы кабурова по видео которого я и занимаюсь и обратила внимание что все-таки его жена под его руководством выполняет это упражнение таким образом когда плечевой пояс не параллелен полу а все же больше перпендикулярен я беру 4 килограмма мне тяжело уже на восьмом разе на восьмом разе возникает жжение на прошлой тренировке я делала 4 килограмма 12 раз вроде бы почувствовала что уже пора брать новый вес но нет мне показалось что я просто не смогу его поднять поэтому я делаю 4 килограмма но не 12 раз а выжимаю максимум через паузу и делаю 18 повторений мудрость гласит что не так тяжело и сделать максимум повторений на одну сторону как тяжело повторить то же самое на вторую сторону что ж у меня дроп сет я отдыхаю 15 секунд и беру трешку делая 8 повторений вновь возникает ощущение отказа так выглядит моя спина сейчас верхней части спины видны некие мышцы сбрасываю гантелью когда ощущаю сильное жжение но через 10-15 секунд беру вновь и дожимая с тремя килограммами еще восемь раз получается что у меня тройной дроп сет это первая часть тренировки она включает четыре упражнения закончив с дельтами я перейду к тренировке с самого начала и у меня вновь будет три подхода в румынской тяге одни брусья я за всю тренировку с большими паузами сделаю четыре подхода после этого выпады на каждую ногу по два подхода и далее средняя дельта на каждую руку по три подхода здесь я показываю когда делаю вторую руку и это действительно такое упражнение которое вызывает напряжение и после него высокое потоотделение здесь видно что у меня влажная рука по всей длине и лицо полностью мокрое здесь я хочу показать что следующую румынскую тягу я выполняла с пола тренер виктор сказал мне что ставить в ячейки и брать из них травмоопасно поэтому лучше все же делать это именно снизу что ж я попробовала и почувствовала что это намного тяжелее и даже подустала в первом повторении и мне показалось что я начала выполнять упражнение не супер качественно как это было раньше не каждый раз моя спина доходит до параллели ну что ж этот способ тоже можно применить а еще мне очень интересно как может измениться моя спина здесь я показываю максимум напряжение своей поясницы который могу выдать сейчас и скажу что изначально я начинала заниматься с желанием укрепить именно свою спину а дальше второй подход брусьев и что же он идет как по маслу прекрасные повторения уже более крепко держится корпус я уже остаюсь на брусьях вот такое повторение мне удалось сделать микро паузы это было шесть раз уже не три уже шесть самого начала я дожму 7 есть 7 молодец сразу же покажу третий подход на брусьях здесь корпус у меня уже максимально зафиксирован и я делаю достаточно качественное повторение меня это очень радует это означает что на следующей тренировке у меня будет еще лучше и к тому чтобы прийти к таким вот повторениям у меня ушел год 7 раз я делаю за раз на радостях я даже подумала а что если у меня получится еще и 8 если получится то я его дожму и и остановимся на негативной фазе это было красиво здесь я показываю свои ноги свою фигуру кстати и кроме я не занимаюсь уже около трех месяцев или более того однако же они в достаточно хорошей форме они прослеживаются проглядываются и также обращу внимание на то что в ногах отека нет и тех бугров целлюлита которые были два дня назад уже не видно немного видны бугры на ягодицах но уже не так как было на прошлом видео чем больше скапливается воды и чем толще жировая прослойка тем сильнее прослеживается целлюлит я перехожу ко второй части своей тренировки и начинаю с гиперэкстензии беру новый вес это 30 килограммов я напоминаю что в прошлой тренировке я брала свой максимум 27 с половиной килограммов на 10 раз а уже сегодня я выполню 30 килограммов на 12 раз то есть вес на два с половиной килограмма выше да и повторений на два больше то есть сила выросла значительно и в повторениях и в весе гиперэкстензия одно из моих самых любимых упражнений оно тяжелое но мне оно дается легче остальных видимо поэтому и мне нравится прибавлять веса именно в этом упражнении сразу после 30 я беру 25 килограммов и делаю еще 10 раз следующее упражнение это пресс на боссу есть всего два достойных упражнения на верхнюю часть пресса это соответственно пресс на боссу и молитва в прошлую тренировку я делала подъемы туловища на лавке но это было для верхней части тела неэффективно как я говорила я там чувствовала больше подвздошно-поясничные мышцы оказывается именно они там и включаются а я хочу чтобы прорабатывалась верхняя часть поэтому сегодня я вновь попробую приступить к упражнениям на боссу от этого упражнения ранее я ушла поскольку мне не удавалось держать технику мне казалось что я делаю неправильно здесь важно жестко держать поясницу хотя полусфера постоянно движется она очень неустойчивая и по ощущениям поясница по ней елозит сначала я взяла десять килограммов техника пока сохраняется я максимально наклоняюсь назад медленно опускаюсь позвонок за позвонком и поднимаюсь так что моя поясница на месте далее беру двенадцать с половиной килограммов и делаю тоже на максимум как и с десяткой но получается слишком много раз этот подход я не засчитываю и далее я возьму вес побольше и сделаю уже с ним заново сейчас брусья четвертый подход что получится два три работа на грудь и напрягается жопа уже есть пауза потому что накопилась усталость я засчитаю все четыре подхода как попытки дальше конечно же я буду делать лучше мне приходится прерывать подход но я не могу сделать допустим три раза и уйти мне нужно накопить количество повторений хотя бы поэтому я доделываю да бывает и так когда упражнение тяжелое это учеба это тренировка это дисциплина и вырабатывание нового навыка готова семь следующее упражнение это сгибание голени здесь я хочу сказать что я делаю те же самые веса как и в прошлую тренировку но меньшее количество повторений там было по двенадцать раз а здесь по десять зато я делаю медленнее чем я делала в прошлый раз тщательнее прорабатывая заднюю часть бедра я делаю меньше повторений потому что у меня здорово вымоталась нервная система эта тренировка длилась больше обычного не полтора часа а два часа пятнадцать минут и это упражнение я делаю для того чтобы его сделать я делаю не совсем в отказ у меня в запасе остается одно-два повторений и так тоже бывает здесь было двадцать три килограмма а затем восемнадцать килограммов и все по десять раз я прижимаю таз к подушке к сидушке медленно поднимаю валик голенями колени чуть приподнимаю вверх в верхней точке все тело полностью прижато к подушкам чувствую бедра очень сильно в каждом повторении тяжело с самого первого раза мои бедра уже утомились все-таки сегодня были многие новые веса и в румынге и в выпадах и в гиперэкстензии следующее упражнение по плану это Y-жим но мне это упражнение не нравится и я захотела его изменить и ради разгрузки нервной системы ради игрушки я беру в руки рамку и хочу сделать упражнение пулловер давно о нем мечтала но не могла взять вес а сейчас у меня получается и даже слишком легко поэтому первые заходы я не засчитываю я просто пробую технику а как сделать так чтобы амплитуда была максимальной и напряжение чувствовалось в каждой точке это упражнение мне очень понравилось из-за амплитуды в том числе это моя спина после упражнения пуловер а дальше я вновь приступаю к прессу на полусфере я беру 15 кг и делаю 15 повторений а дальше беру 12,5 кг и делаю 12 повторений и так я стараюсь жестко зафиксировать поясницу я думаю что мне нужно сильнее скруглять грудной отдел позвоночника также я думаю что мне нужно чуть выше держать гантель тогда нагрузка будет больше потому что сейчас она находится где-то над грудной клеткой а если она будет на уровне лица и грудной клетки получается что я буду затрачивать больше усилий чтобы подняться с пола да и грудной отдел тоже нужно скруглять еще сильнее для того чтобы больше чувствовать напряжение что ж здесь над техникой нужно работать однако же хочу отметить что у меня очень хорошо прочувствовалась верхняя часть пресса хотя бы в первые разы а это значит что целевые группы уже задействованы здесь мне понравился ракурс поэтому я себя снимаю и дальше показываю что сбрасываю вес и делаю упражнение снова этот подход я уже засчитываю и после этого я сделала по второму кругу через все упражнения еще один такой же подход с дропсетом на пресс вот здесь я достаточно высоко поднимаюсь но все же спина скругляется мало на мой взгляд поясница вроде как недвижимы но все равно она при моем подъеме вдавливается в полусферу думаю корпус нужно приподнимать одновременно с гантелей и все же сместить ее выше ближе к лицу здесь получается как будто она просто зависает в руках завершаю тренировку вновь пуловером и здесь я уже ставлю подходящие веса в этот раз у меня получилось сделать 35 кг на 8 раз а затем 30 кг на 15 раз конечно подлежит корректировке поскольку это для меня новое упражнение теперь вторую часть тренировки начиная с гиперэкстензи я повторю с самого начала 2 часа 15 минут длилась моя тренировка вместо обычных полутора в следующем видео я покажу вам свой второй набор упражнений и там также будет два различных по повторениям и весам дня они будут называться день 3 и день 4 и все это за мой август так я отмечу 9 месяцев проведенных в спортзале за что огромная благодарность Данилу Кобурову это тренер номер один чьи видео я смотрю вдохновляюсь мотивируюсь образовываюсь и затем применяю в жизни наблюдаю за результатом то и то и и и и Субтитры сделал DimaTorzok